Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями, что пишет азербайджанское издание. Иран перебрасывает боевиков в Карабах. Я уже раньше выпустил ролик, где сообщил, что в Карабах могут быть переброшены 4000 боевиков из Ирана, чтобы помогать армянским карабахским сепаратистам оборонять эти территории. И вот в этой статье как раз пишется по этой теме. Типа вот что, в Карабах будет отправлено до 4000 боевиков из рядов прокси-ксир в Ираке и Сирии. Была опубликована эта статья близкой к правительству газеты Туркай. Впоследствии широко распространилась в азербайджанской прессе. Вот фотографии это иранские, или не иранские, их называют сирийские, или какие-то боевики. В общем, у них там свои группировки. Глава ассоциации утверждает, что высшие упомянутые боевики уже прибыли в Карабах. Представляете, уже такая информация, что, мол, они уже в Карабахе. Я не понимаю, каким образом они могли за две недели перебросить сюда 4000 этих человек. Но это нереально, конечно. Ну вот тут пишут издания, что, может быть, они уже и переброшены туда. Впервые мы упомянули эту террористическую организацию в 21-м году и отметили, что она может превратиться в реальную угрозу, заявил Эльмес. Армения не отказывается от своих исторических привычек и создала эту вооруженную террористическую организацию при поддержке иностранных сил. Возглавляет ее гражданин России Владимир Вартанов, позывной разведчик ВОВА, 65-го года рождения. ВОВА, получающая поддержку террористической организации РПК и АСАВА, привлекает в свои ряды наемников из Европы и Ближнего Востока. За последнее время ее поддерживает и Иран. Так, сейчас, да, пишут, что возникла напряженность между Ираном и Азербайджаном. Она значительно выросла. По словам главы ассоциации, режим Тегерания, объявивший границы Армении своей красной линией и выступающий против открытия Зангизурского коридора, начал перемещать своих прокси из Сирии в Карабах. Ну вот я вчера сделал ролик, я говорил, что сейчас азербайджанцы продвинулись сюда, в направлении Корнедзора, и там Тех есть еще. Вот. А это очень, я думаю, не нравится иранским правителям Хамени. Вот, понимаете, они не хотят, чтобы Азербайджан им перекрыл эти дороги. Тем более наркотрафик, они там на миллионы долларов товара возят по этим дорогам. А тут азербайджанцы возьмут и перекроют им эти трассы. Вот. Прямо вот так вот и перекроют. Вот здесь линия дороги вдоль границы идет. И все. Возьмут и продвинутся азербайджанцы километров на десять. Скажут, все это наши дороги под нашим контролем. Свои посты поставят. И все. А что Ирану делать? Чтобы войну только объявлять. Все. Им больше нечего делать. Тем более сейчас уже, видите, начали здесь продвижение вооруженных сил Азербайджана. И вот они пишут, что по словам Эль Меза, боевиков разместили вместе с членами РПК и армянами в тренировочном лагере, возглавляемый террористом Вазгеном Сеселяном, ливанским армянином, который участвовал в 1981 году в террористических нападениях на посольство Турции в Париже. Иран, который не хочет мириться с существованием сильного азербайджанского государства на своих северных границах, открыто поддерживает Армению. Это точно, да. Он не хочет, чтобы был открыт очень важный для Турции Зангизурский коридор и серьезно беспокоен турецко-азербайджанским альянсом. Тегеран, молчавший, когда азербайджанские земли были под оккупацией, теперь говорит о территориальной целостности Армении. Мы должны быть внимательны в отношении этой террористической группировки у наших границ и альянсом с Арменией, Иран, Армении и РПК, который может стать угрозой для Турции. В общем, все тут уже и этих террористов, Асала и еще тут, в общем, сейчас что-то непонятное, что там будет в Карабахе. Ну вот уже такие статьи появляются, что я говорю, уже слишком напряженная ситуация здесь. Ну и вот я вам еще в прошлом ролике заявил, что российские миротворцы очень зарабатывают хорошие деньги в Карабахе на трассе Ханкинди-Лачин. Так, и вот при въезде, оказывается, они берут очень крупные, большие взятки с карабахских армян, и вот здесь в этой статье пишут. Российские миротворцы все больше наживаются за счет карабахских армян. Как передает АЗАЗ, российские миротворцы в Карабахе берут около 10 тысяч долларов или 3 миллиона драмов вместо прежних. Ну, брали взятки раньше от 1000 до 2000 долларов за каждый крупный грузовик с продовольствием и другими товарами для проживающих в Карабахе армян. Пишут армянские СМИ, пишут сами. Это уже не азербайджанские, а даже армянские СМИ говорят, что российские миротворцы охренели, берут огромные взятки. А в последнее время они и договоренности с правительством Армении нарушают. Так, например, у них есть договоренность о 10 машинах для перевозки грузов. Правительству достается 8, а 2 получается это частный бизнес миротворцев, который приносит им прибыль, говорится в публикации. Отметим, что армянские СМИ постоянно публикуют пресс-курант российских миротворцев до перевозка груза и карабахцев в Армении обратно. Ясно, они за все берут. И за грузы туда-сюда, которые провозят, и карабахских армян туда-сюда вывозят. В общем, у них там золотое дно, поэтому они и так вцепившись в эти территории, не хотят уходить ни за какие деньги. Каждый грузовик там им, ну не знаю, может не 10 тысяч долларов, но так писали 2-3 тысячи, так это точно они имеют. С каждого грузовика продукты там еще что-то возят для них. А боеприпасы и там эти мины, и там вообще, я говорю, нереальные взятки берут. Так что вот, почему так они и на стороне армян и выступают, эти миротворцы, потому что они понимают, что это золотой бизнес. Пока они там, они могут хорошо заработать. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Продолжение следует...